Знаете, все-таки главное достижение — это, конечно, колоссальный рывок искусственного интеллекта. И второе, возможно, — это CRISPR технологии. Это не достижение 2019 года, это, конечно, более раннее, но развитие их продолжается с ужасающей скоростью. В общем, возможно, это две наиболее интересные темы. Известно, что нет более неблагодарной профессии, чем футурология. В 1893 году первый международный футурологический конгресс предсказал, как самую страшную проблему человечества. К 2010 году все будет завалено навозом по третий этаж. Конки, навоз комбираются. Самая страшная проблема — это переизбыток навоза в городах. С тех пор ничего особо не изменилось. Все футурологи сохраняют примерно такую же достоверность своих прогнозов. Поэтому я вот футурологией заниматься не хочу. Датчане спрогнозировали, и мы отвечаем за свои прогнозы. В отношении искусственного интеллекта, знаете, вот я вам советую эпитету. Смотрите интервью по поводу 2020 года. Эпитету — это произведение OpenAI. Это программа, которая, может, она тест Тьюринга еще, конечно, не выдержит. Безусловно, нет. Но если вы прочтете, вы точно не поймете, что это интервью давала машина. Например, она говорит, что Трампа не выберут, экономика стагнирует. Да, делает вполне разумные прогнозы. Ты с ней разговариваешь, с ней разговаривает интервьюер, как с человеком. Это прогноз на 2020 год. Так что, датчане, пусть у вас. Субтитры создавал DimaTorzok